Здравствуйте! С вами Татьяна Шакбандер, психолог-арт-терапевт и коджи-зероя. И сегодня я хочу с вами поделиться своими размышлениями о том, что такое мифическое сознание или почему талисманы работают. Мифическое сознание — это когда мы придаём волшебное значение каким-то вещам или ритуалам. Если обратиться в историю, то раньше были примитивные племена, которые верили в то, что можно поплясать, побить в бубен, вызвать дождь, или можно пойти к шаману, чтобы он сделал какой-то оберег, оберегал или какие-то другие вопросы, решал таким образом. Но теперь-то мы уже взрослые, цивилизованные, у нас есть логика, наука, мы летаем в космос и вроде как такими глупостями не занимаемся. Но на самом деле занимаемся и очень даже массово. Много людей продолжают верить в ритуалы, в талисманы и обереги. И более того, этим занимаются довольно успешные люди, звёзды шоу-бизнеса и мировой величины спортсмены. Почему же так происходит? А всё происходит потому, что это очень даже действенная психологическая техника. Как она работает? Начнём с того, что у нас есть суперкомпьютер «Мозг», который призван исполнять все наши команды. Но скажите, почему же тогда? Вот я чего-то хочу, а оно ко мне не приходит. Я даю себе команду быть богатой и успешной, а оно мне не получается. А дело в том, что у нас слишком много этих мыслей. Они крутятся прямо к такой каше в голове. И если быть откровенными, то больше всего в нашей словомешалке каких-то переживаний, не самых хороших. Это или какие-то сожаления о прошлом, или мы продолжаем с кем-то там спорить о прошлом, или это какие-то переживания о будущем, тоже какие-то тревоги. И вот в этой словомешалке нашему мозгу довольно-таки сложно выбирать, что нам действительно нужно. И, скорее всего, он будет выбирать те мысли, которые чаще всего приходят. А чаще всего, и это факт, приходят мысли какие-то негативные. И чтобы научиться мыслить позитивно, психологи придумали такую технику. Ну, на самом деле не придумали, мы теперь-то понимаем, откуда корни растут. А именно распространять эту технику Уилл Боуэн, читать по бумажкам, не запоминая ее фамилии. Так, значит, Уилл Боуэн в 2006 году предложил такую простую идею. Одеть на руку фиолетовый браслет, ходить с ним 21 день, и весь этот день следить за тем, чтобы мышление было позитивным. А именно, никого не критиковать, не жаловаться и мыслить только о хорошем. Ну, конечно же, ни у кого сразу так не получается. И если не получается, нужно перейдеть браслет на другую руку и так переодевать туда-сюда, туда-сюда, пока не научишься мыслить позитивно. Довольно сложно. Но, тем не менее, это работает. И человек после какого-то времени, когда учится все-таки больше концентрироваться на хороших вещах, он замечает, что действительно хорошего в жизни становится много. Есть еще такое интересное упражнение, можете проделать его прямо сейчас. Оглянитесь вокруг и запомните все предметы коричневого цвета. А теперь попробуйте закрыть глаза и назвать мне все предметы голубого цвета. Скорее всего, вы сейчас засмеялись, потому что вы их не запоминали, вы концентрировались на чем? На коричневом цвете. Так и в жизни происходит. Мы замечаем именно то, на чем мы концентрируемся. Если мы направлены на то, чтобы замечать негативные вещи, мы будем смотреть негативные новости, слушать какие-то негативные истории и будем сами обращать внимание на все то плохое, что с нами произошло в течение дня. Но если мы соизволим и мы созидим такое намерение мыслить позитивно, позитивно — это не заниматься самообманом, называть какие-то негативные вещи позитивными. Нет, это реалистический вид на жизнь. Я понимаю, что есть зло, но я предпочитаю обращать внимание на хорошие вещи. И когда мы научимся обращать внимание больше на хорошие вещи, тогда наша жизнь действительно выходит на какой-то более высокий качественный уровень, позитивный. И мифическое сознание нам в этом и помочь. Таким образом, мы можем сами себя направлять. Если мы создаём какой-то талисман и оберег, на самом деле не этот талисман образует волшебной силой. Волшебной силой обладает наше мышление, наш мозг, наш суперкомпьютер, который может исполнить абсолютно всё. И я на своём опыте это уже не раз убедилась. То есть, когда мы каждый раз видим этот талисман, мы просто сконцентрируем всю свою психическую энергию в определённое русло, мы направляем её в это русло. Например, если я хочу машину, то я каждый раз, когда буду видеть человека в машине, или, например, женщину, успешную женщину в красивой новой машине, я буду сама себе об этом напоминать. Я буду себе говорить, у меня есть красивая новая машина. Именно таким образом нужно себе об этом напоминать. И мы это делаем осознанно. Или есть такое направление Симарон. Они любят делать смешные ритуалы. Они стишки пишут, трусы на лампы вешают и всякое разное. Всё это для чего? Для того, чтобы обойти эти защитные механизмы психики и донести до нашего компьютера ту программу, которая нам нужна. И чем чаще вы повторяете себе то, о чём вы действительно хотите, но повторяете в утвердительной форме, тем большей вероятности, что это вы получите. Но я вам должна сказать одну маленькую нюанс. Для того, чтобы исполнить то, что вы хотите, нужно к этому относиться действительно легко и с юмором. Потому что чем больше мы значения придаём каким-то вещам, тем меньше мы вероятности, что мы это получим. Почему? Потому что если мы придаём значение очень сильное какому-то явлению или какому-то предмету, то мы начинаем переживать негативные эмоции. Мы начинаем думать, если мы этого не получим, я не буду счастлива. Или я буду счастлива только когда это получу. Но если мы относимся к этому легко и думаем о том, что я уже счастлива, ну как бы было бы здорово, если бы у нас было и это ещё. Тогда мы снимаем эту важность, мы снимаем тиски контроля, и нашему мозгу легче справиться с защитными механизмами подсознания. Ещё минутку я могу сказать, что такое защитные механизмы. Защитные механизмы подсознания — это механизмы, призывающие нас защищать от какого-то травматического опыта. Как это работает? Работает так, что у нас, если произошло какое-то негативное событие в жизни, мы очень сильно по этому поводу переживали, то в будущем, чтобы избежать этих сильных переживаний, мы будем подсознательно делать всё, чтобы не попадать в похожие ситуации. Ну вроде как хорошо, но с другой стороны, таким образом, нас подсознание может защищать от хороших вещей тоже. Например, если были какие-то травматические отношения, то после разрыва этих отношений, если человек снова хочет создать семью, создать новые отношения, то сознательно он будет делать какие-то шаги к этому, но подсознательно будет делать всё, что этого не произошло. И даже если встретит свою половинку, вторую потом будет вести себя подсознательно таким образом, чтобы эта половинка бы быстрее убежала. И таким образом, нас подсознание защищает, но и не даёт нам развиваться и получать желаемое. И вот когда мы делаем какие-то шуточные ритуалы, или делаем себе маячки, как фиолетовый браслет, или вот как дети желания загадывают на одинаковое время, 12-12, о, загадай желание. На самом деле, это просто возможность обойти шуточной формой защитные механизмы и направить, сконцентрировать нашу энергию, наши мысли в нужное нам русло. Поэтому мифическое сознание — это не так уж и плохо. Теперь с сознаниями психологии этой науки мы знаем, что у этого есть своё объяснение. И если оно работает, то почему бы этим не пользоваться? Спасибо за внимание. Желаю исполнения вам всех желаний. И до новых встреч. Пока!